Представители областной власти коллектив муниципального ТТП встретил аплодисментами. Первый вопрос из зала не случайно был адресован к замгубернатора Юрию Парахину. Мол, руководитель блока финансово-экономического развития знать о проблемах в транспортном предприятии должен, как никто другой. Вот нас с вами встречались, правильно, в кабинете. У нас была делегация, несколько человек. И тоже просили о помощи. Никакой помощи нашему производству не было. И поднимались одни и те же вопросы по повышению тарифов, заработной плате и тому подобное. Последнее повышение цен на проезд было в минувшем декабре. Тогда билет на общественный транспорт стал стоить на 3 рубля дороже. До этого цены не менялись 4 года. И все бы ничего, только за ростом цен ТТП не успевает. Итог, зарплаты падают, вагоновожатые уходят. Ну почему о нас-то никто не думает? Почему повышаются тарифы ЖКХ, электроэнергии дорожает, водоканал повышает свои тарифы? Почему о нас никто не думает? Нам нужно так же и кушать, и одеваться, и деток растить. Поднять коллектив можно, согласился зампредправительства. Только вот без внесения изменений в закон поднять цены на проезд нельзя. Найти денег на зарплату в областной казне тоже не выйдет. Сегодня у нас порядка 300, наверное, 350 тысяч льготников в Орловской области. И мы вместе с федерацией почти 600 миллионов рублей в год отдаем именно на эти льготы. Вот представьте себе, если бы мы, например, перераспределили эти деньги, перераспределили на такие предприятия муниципальные, которые несут социальную ответственность, социальную нагрузку, мы этими проблемами озабочены и эти проблемы пытаемся сейчас решить. Директор ТТП на ситуацию посмотрел под другим углом. Зарабатывать муниципальным транспортникам мешают не только льготники. Ведь для того, чтобы поднять, допустим, заработную плату людям, надо получить дополнительные деньги от перевозки пассажиров. Но мы-то сегодня знаем, что проведя городской конкурс, львиная доля этих перевозчиков, которые, кстати, дико ездили без всяких документов по городу, они ушли под так называемые областные маршруты. Номера и практически сейчас работают там же. Решить проблему на региональном уровне сложно, подытожил Александр Коровин. Помочь в этом вопросе может только Минфин, в адрес которого правительство должно подготовить подробный доклад. Пока ясно одно – цены на проезд в ближайшее время расти не будут.